Но в Азию не идет сборная России, не идет никакая другая команда из России, но судя по всему, судя по инсайдам, которые появились на этой неделе, идет Леонид Слуцкий. Вроде как он будет тренироваться следующего года в китайский клуб Шанхай Шинхуа. Это клуб китайской суперлиги, не знаю, как он называется правильно. Суперлига, не суперлига. У них турнир идет по системе весна-осень, поэтому он закончился сейчас, они там заняли пятое место, выиграли кубок страны и поэтому будут играть, собственно, в Азиатской лиге чемпионов. Вадим, будешь ли ты смотреть Азиатскую лигу чемпионов, если там будет играть Слуцкий? Хотя бы один матч. Наверное, один матч меня по работе заставят посмотреть. Или, может быть, кому-то другому это учить достанется. Как и Слуцкого заставят по работе. Да, видимо, несколько матчей заставят по работе посмотреть. Ну, безусловно, если Слуцкий там окажется, то спрос просто на очередную команду Слуцкого, как это стало нарицательным Хал Слуцкого и так далее, Витес Слуцкого, конечно, он будет. Так просто устроен информационный поток в спортивных медиа. Поэтому, возможно, мне придется посмотреть. Но сказать, что это интересный челлендж, ну, пока я тут не вижу такого интересного челленджа. Наверное, можно фиксировать просто само событие, что Слуцкий из Ютуба, ну, в широком смысле, понятно, он не только в Ютубе был, но в широком смысле из Ютуба возвращается в футбол. Хотя ближайшая его активность, насколько я знаю, это матч Сивили против Атлетика еще в этом году он прокомментирует. Так что пока он не в Китае, пока он не в Китае, вот такой вот. Может быть, там объявит перерыв в 35 минуты и 40. Следите внимательно. Да, я уезжаю в Китай, и вот этого парня из Сивилии забираю. НСР не хочет в Китае? Случайно. Там, кстати, Ocean Fashion 2, ну, не самый выдающийся состав. Я думаю, в Китае сейчас вообще мало выдающихся составов. Но там из знакомых имен мне, ну, там ты, в принципе, смотришь сразу на флаги. Но Ибрахим Амаду в Лиле, кажется, играл, и Тейшейра, который Жуао Карлос, который, по-моему, в Ливерпуле начинал когда-то, и потом где-то еще бегал. А, ну, в Брайтоне, да, точно. В Брайтоне больше я потом не помню нигде. Ну, вот будет китайский, наверное, подтягивать Леонид Викторович. Удачи. Ну, и второй момент, который зафиксирует, что все-таки не в Россию, не в РПЛ, то есть, либо он и клубы, которые могли бы искать себя тренера, расходятся в видении того, какой его текущий уровень. Мне кажется, это его решение, скорее. Думаешь? Не принимать, даже не рассматривать варианты в России. Ну, мне кажется, так. Ну, просто как больше вызов, чтобы был. А, кстати, тебе кажется, что вот это тоже, мне кажется, важный момент. Суперлига китайская сейчас больше вызов. Больше вызов культурный, скорее. Ну, потому что в спортивном смысле больше вызов – это игра в какой-то топовой лиге. Тренировка команды из топовой лиги. Но здесь, очевидно, объективно, сейчас никто не предложит работу Леониду Викторовичу. После года там простое и после предыдущего неудачного опыта. Ну, с Рубины, да, последнего неудачного, может быть. И поэтому вызов культурный, скорее. Попробовать что-то новое для себя в этом смысле. И личностный вызов, что ли. Я тебя тут не понял. Не предложат? Либо это… Не-не, я говорю, не предложат из топовых лиг. А это был бы спортивный вызов. А, я думал, ты имеешь в виду. Или из РПЛ бы предложат. Или европейский клик, который входит в топ-10 таблиц в центр. Ну да. Вряд ли предложат. А чтобы вызов был такой еще культурной личности, типа вообще абсолютно другое, в другую культурную среду попасть. В другую. И там каким-то образом, ну хотя бы пожить, а еще и поработать, делать там дело, которым он всю жизнь занимался, большую часть жизни. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова